В прямом эфире Первого Приднестровского программа «Вовремя». Здравствуйте! В студии Татьяна Коркина. И коротко о том, чем запомнился этот день. Учебники и компьютеры от России. Подарки получили все школы Приднестровья. Бюджет. Сегодня депутаты приняли во втором чтении главный финансовый документ страны. Чтобы сделать поездки безопаснее, в столице работают над ужесточением правил перевозки пассажиров. И кино на языке оригинала в «Рыбнице» и «Бендерах» покажет четыре фильма из классики немецкого кинематографа. В Террасполе состоялась встреча президента Приднестровья с послом России Фаридом Мухамедшиным. Речь шла о двусторонних отношениях, в частности, о помощи России и Республике. В Приднестровье поступил очередной финансовый транш для выплаты надбавок пенсионерам и для улучшения качества питания в больницах, интернатах и детских садах. Евгений Шевчук отметил важность и значимость той помощи, которую оказывает Российская Федерация нашей Республике. Также глава государства высоко оценил деятельность «Оноевразийская интеграция», которая занимается строительством множества социальных объектов в Приднестровье. Мы понимаем все мировые сложности экономического плана, которые есть, и несмотря на то, что эти сложности есть, Российская Федерация в первую очередь защищает интересы граждан. Пользуясь случаем, хочу в вашем лице поблагодарить еще раз руководству Российской Федерации, всю Россию за то, что продолжает оказывать помощь в непростых условиях находящимся гражданам Российской Федерации и соотечественникам, проживающих в Приднестровье. Фарид Мухамедшин также представил президенту Республики нового сопредседателя Объединенной контрольной комиссии от России. Дипломат отметил, что Василий Корчмарь ранее занимал пост Генконсула России в Армении. Мы очень надеемся, что наши два сопредседателя займут четкую позицию взаимодействия, координации совместной работы со всеми селеными делегаций. А раньше это было очень важно, а сегодня тем более. Нужно тесное взаимодействие, тесное согласование каждого вопроса, каждого повестка дня. После встречи с президентом посол России и новый сопредседателю КК отправились в Приднестровский МИД. Встреча проходила за закрытыми дверьми. Известно, что она была посвящена обсуждению текущих вопросов двустороннего сотрудничества. Сразу после встречи в МИДе российские гости и глава внешнеполитического ведомства отправились во Дворец Республики. Там в торжественной обстановке россияне подарили Приднестровским школам учебники и компьютеры, рассказывает Сезанна Вагян. Лариса Кузьмина, директор Бендерской школы для детей с нарушением интеллекта, рассказывает, в последний раз такие подарки они получали почти 10 лет назад. В нашей республике литературу для коррекционных учреждений не выпускают, поэтому слова о важности и необходимости такого подарка считает лишними. У нас много молодых преподавателей, которых интересует методическое обеспечение. И, в общем-то, мы испытываем острую необходимость в этой литературе. Конечно, она поможет нам в обучении наших детей. Более двух тысяч единиц художественной и учебно-методической литературы. Их направят в 63 общеобразовательные и 15 коррекционных школ республики. Но на этом подарки не закончились. Россия подарила Приднестровским школам еще и компьютеры. У нас всего 40 компьютеров. Мы исходили из того, что по 5 компьютеров на каждый район, а далее по одному проектору и экрану на каждый район. И у нас еще 5 факсов. Это для самых таких, не самых богатых районов. У нас там Дубасары, Рыбница. Социальное, гуманитарное, политическое сотрудничество в этих сферах будет продолжаться, а отношения России и Приднестровья только укрепляться, уверил в своем выступлении посол России Фарид Мухаммедшин. Мы будем предпредавать вам максимальное значение деятельности школ. В этом плане в следующем году у нас большие планы подготовки и переподготовки учительских кадров. И как на месте здесь приглашение наших специалистов, так и в Российской Федерации. В продолжении темы посол приводит цифры. Только в этом году 84 приднестровских абитуриента получили возможность по квоте учиться в вузах России. И там они показывают неплохие результаты. Немалую роль в этом играет и единое образовательное пространство. То, что продолжается наше сотрудничество в гуманитарной сфере, в той сфере, от которой зависит, насколько еще более богатой будет наша республика в смысле интеллектуального потенциала. Вот это очень большой вклад в наше с вами будущее. Литературу, компьютеры и оргтехнику в школы доставят уже завтра. По словам представителей учебных заведений, такой подарок непременно поможет в работе. Сюзанна Авакян, Николай Биркиншток, Первый Приднестровский телеканал. Президент внес на рассмотрение Верховного Совета инициативу о внесении дополнения в Конституцию Приднестровской Молдавской Республики. Предложенные изменения ведут к гармонизации законодательств Республики и Российской Федерации. Это послужит полному сближению Приднестровья и России, укреплению сложившихся исторических, культурных и экономических взаимосвязей в рамках единого русского мира. 17 сентября 2006 года народ Приднестровья выразил свою волю на референдуме о поддержании курса на независимость Приднестровской Молдавской Республики, последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации. В течение последующих лет государство предпринимало системные шаги в направлении плановой гармонизации с Российской Федерацией. Но в целом это носило фрагментарный и отрывочный характер. Президентам предложено дополнить Конституцию Приднестровской Молдавской Республики статьей следующего содержания. Статья 58.1. Правовую систему Приднестровской Молдавской Республики образует Федеральное законодательство Российской Федерации, законодательство Приднестровской Молдавской Республики и общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры. Особенности применения Федерального законодательства Российской Федерации устанавливаются Конституционным законом. С учетом стремления Приднестровского народа интегрироваться в российское пространство, президент считает необходимым введение в действие на территории Приднестровской Молдавской Республики Федерального законодательства Российской Федерации. Это станет эффективным средством, отражающим потребности времени и экономики. Данная инициатива приобретает еще большую необходимость после состоявшегося Вильнюсского саммита. В Приднестровье принят во втором чтении бюджет на три года. Главный финансовый документ разработан правительством по укрупненным показателям. Это мировая практика. Подобный опыт существует в России и Армении. Впервые в нашей республике сокращается дефицит госказны. Без дефицитного бюджета добиться не удалось. Несмотря на это, подчеркнула министр финансов, в ближайшие три года доходы госказны будут расти более высокими темпами, чем расходы. Уменьшился в целом дефицит республиканского бюджета по сравнению с теми параметрами, которые были ранее. Если ранее дефицит был свыше полутора миллиарда рублей, то согласно той редакции, которую мы предложили и которая утверждена, он сейчас не достигает миллиарда четырехсот. Накануне и в ходе рассмотрения бюджета депутаты предложили целый ряд поправок, значительно увеличивающих дефицит госказны. Например, предлагалось на три миллиона рублей увеличить сметы на содержание Верховного Совета. Сошлись на более скромной цифре – плюс пятьсот тысяч. Ну, естественно, были консультации с самим правительством неоднократно, и даже мои коллеги консультировались с президентом по данным вопросам. Что сделали депутаты для того, чтобы доходов стало больше? В том виде, в котором был представлен бюджет Верховному Совету, не предусматривают никакой возможности, никаких рычагов для того, чтобы что-то кардинально изменить. Во время обсуждения бюджета депутаты решили сократить финансирование государственных СМИ. Кроме того, решено, что в бюджете Тирасполя будет прописана отдельная статья расходов Днестровска. Это позволит направить больше средств на нужды этого небольшого городка. В третьем чтении бюджет будет рассмотрен через несколько недель. Степан Бугаев, Первый Приднестровский телеканал. Продолжаем выпуск. В будущем году требования к перевозке пассажиров станут жестче, а тем, у кого нет патента, и вовсе запретят работать в этой сфере. Сегодня об этом на встрече с представителями фирм-перевозчиков говорил столичный городоначальник. Ярослав Богат продолжит. С 30 до 306 число патентов, выдаваемых на оказание услуг по перевозке пассажиров в Тирасполе, увеличилось в 10 раз. Водители рассказывают, причина такого роста простая. Стоимость выдачи патента снизилась. Так как госадминистрация снизила нам стоимость патента, оно стало доступно и выгодно по патенту работать спокойнее, чем по разрешению. Идет сразу отложение налогов и пенсионному фонду. Идет как бы получается, что мы уже защищены о будущем, о нашем возрасте, о пенсии. Люди, когда патент стал подъемный, стали массово выходить из тени. Положительная тенденция очень. Плюс к этому нас услышала госадминистрация города Бендер. И я знаю, что готовится заседание горсовета по этому поводу, по поводу тоже перенять терраспольский опыт и снизить стоимость патентов. Будем надеяться, что из Слободзея нас услышат. Те, кто из тени выходить не захочет, заниматься перевозками запретят вовсе. Об этом заявил сегодня глава террасполя на встрече с перевозчиками. С 1 января 2014 года к предпринимателям в сфере перевозок требования ужесточатся. В первый месяц, да, по-моему, в сентябре, я так на скидку скажу. Вы заплатили налогов столько, сколько заплатили в прошлый год. Мы два месяца дали вам еще форт. Только те, кто исполняет требования. Либо патент, либо основное место работы. Все, больше не будет. Мы принципиально будем выдавать. Итак, у нас на улице 520 машин. Вы заявляете, 520 машин. Значит, должно быть 520 патент. Не 519, 520. Обсудили на встрече и новогодние праздники. Перевозчикам предложили украсить свои автомобили. Учредили даже премии. Их распределять между лучшими новогодними такси или маршрутками. Праздничные украшения на транспорте горожане смогут увидеть после 21 декабря. Ярослав Богат, Первый Приднестровский телеканал. Безопасный город. Автоматизированная система камер видеонаблюдения в столице работает восьмой год. А вот в Бендерах появилась недавно. Но уже есть результаты. За пять месяцев с ее помощью было выявлено порядка тысячи нарушений правил дорожного движения. Вот одно из зафиксированных камерами видеонаблюдения. На этих кадрах молодая семья пересекает проезжую часть по пешеходному переходу. В этот момент на скорости людей объезжает автомобиль. Причем движется он по встречной полосе. По статистике около 65% ДТП связаны с наездами на пешеходов. Больше половины происходят по вине водителей. Именно поэтому в Террасполе и Бендерах на аварийно-опасных перекрестках установили камеры видеонаблюдения. С их помощью удается не только выявить нарушителей, но и доказать их вину. Так в столице за время работы системы «Безопасный город» удалось зафиксировать более 5000 нарушений. В Слободе милиционеры раскрыли жестокое убийство 84-летней женщины. Поиски преступника длились несколько месяцев. Как выяснилось, женщину лишила жизни ее собственная дочь. Она не нашла общего языка с престарелой матерью и ударила ее палкой по голове. Женщина погибла на месте. Сейчас злоумышленница задержана и дает признательные показания. Я вышла на улицу, она все равно начала кричать. Я разволновалась, запсиховала, искала палку. Пошла в курятники. И нашла там палку, шла, она все равно кричит, кричит, на меня обзывает. Ну и я хотела на нее, не хотела сильно, чтобы попасть в голову. И попала прямо в голову, разбила голову. Чтобы замести следы преступления, задержанная сожгла тело матери на приусадебном участке. А спустя несколько дней сама обратилась в милицию и сообщила, что ее мать пропала без вести. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения уголовного розыска был осмотрен приусадебный участок, а также домовладение, в котором проживала без вести пропавшая. В отгороде, в зале от костра были обнаружены фрагменты одежды, а также фаланги пальцев рук. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас подозреваемая находится под арестом. В Киеве докипают митинговые страсти. После вчерашней неудачной попытки сместить правительство, уличные акции и протесты постепенно сходят на нет. Люди по-прежнему остаются и у здания кабинета министров, и у президентской администрации. Но их уже гораздо меньше. По некоторым данным, порядка двух тысяч человек. Сегодня же у Верховной Рады проходили митинги сторонников действующей власти. Там собрались люди, которые приветствуют действия правительства и президента Виктора Януковича. Приостановить ассоциацию с ЕС. Внутри же Верховной Рады сегодняшняя сессия закончилась, едва начавшись, так как оппозиционные фракции блокировали трибуну и не дали никому выступить. Это сделало работу украинского парламента невозможной. В то же время с заявлениями выступил и премьер страны. Николай Азаров заявил, что поводы для акций протеста на Украине исчерпаны. И несмотря на пикетирование административных зданий, исполнительная власть на Украине работает бесперебойно. Он также отметил, что решение украинского парламента о доверии к Абмину все должны принять как правовой факт и призвал к остановке политической напряженности. Пока же украинским школьникам, чьи учебные заведения находятся вблизи протестных площадок, ввиду безопасности разрешили учиться дистанционно. Между тем, украинский департамент подчеркнул, что все учебные заведения в Киеве работают по обычному расписанию. Далее с новостями в мире Анастасия Чернитинская. Сегодня в Москву для переговоров прибыла украинская делегация во главе с первым вице-премьером Украины Юрием Бойко. Основная цель визита – нормализация торгово-экономических отношений с Российской Федерацией, а также решение вопроса с поставками газа. Сегодня уже состоялась встреча украинского премьера с его российским коллегой Дмитрием Медведевым. Было заявлено, что Украина остается важным стратегическим партнером России. В то же время еще одна группа дипломатов сегодня отбудет в Брюссель для проведения переговоров о подготовке к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Президент Украины Виктор Янукович начал государственный визит в Китайскую Республику. Во время поездки планируется подписать ряд двухсторонних договоренностей об экономическом сотрудничестве. В частности, Украина планирует активизировать взаимодействие в судостроении, освоении космоса, развитие IT-технологий, а также авиастроении. Предполагается даже создать предприятие по производству украинско-китайских самолетов. Отдельная тема разговора лидеров – энергетика. В первую очередь – добыча нефти, голубого топлива, газификация угля. Госсекретарь США Джон Кэрри прибыл в Молдову с официальным визитом с руководством республики. Он обсудит двухсторонние отношения между Молдовой и Соединенными Штатами, а также с процессом евроинтеграции страны. Также запланировано, что американская делегация во главе с Джоном Кэрри встретится и с молдавскими бизнесменами для обсуждения внутри и внешнеэкономической ситуации в Молдове. Стоит отметить, визит главы американской дипломатии в Кишинев власти расценивают как очередной поворотный момент в истории страны. Сегодня госсекретаря привезли в винные подвалы Крикова, где он выступил с речью. «Я здесь, чтобы поздравить народ Молдовы с парафированием соглашения об ассоциации с Евросоюзом», – сказал он. По мнению США, евроинтеграция для Молдовы – гарантия процветания. У вас есть шанс определить свое будущее. Еще один гость Молдовы – Крин Антонеску. Председатель румынского сената прибыл в Кишинев с двухдневным визитом в сопровождении целой группы депутатов. Их пригласил молдавский спикер. «Румыния будет первой среди стран Евросоюза, которая поддержит отмену виз для граждан Молдовы после того, как соответствующее решение примет Европарламент», – заявил он. Крин Антонеску также заверил, что Румыния сделает все возможное, чтобы убедить страны Евросоюза также поддержать это решение, не боясь наплыва молдавских трудовых мигрантов. Господин Антонеску отметил в этой связи, что в таких странах, как Великобритания, Италия и Германия, существуют политические силы, которые пытаются набрать дивиденды, спекулируя на страхе граждан этих стран перед наплывом мигрантов из Молдовы. К новостям в Приднестровье. Госадминистрация Тирасполя совместно с коммерческими организациями города оказали благотворительную помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Более ста продовольственных наборов получат особо нуждающиеся семьи. Госадминистрация, как правило, обращается к спонсорам, поскольку средства специально не выделяются именно на такую помощь. И сегодня, благодаря помощи фирмы «Опторксервис» и фирмы «СИД», мы имеем возможность общественной организации, объединяющей семьи с детьми-инвалидами, оказать помощь продуктовыми наборами. А помощь, она нужна. Вы знаете, когда хотя бы раз в год оказывают ее, а если еще это оказывает государство, то это… Мы чувствуем себя, потому что сама мама больного ребенка, мы чувствуем себя, что нас не забыли. Сегодня в Тирасполе насчитывается более 300 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Оказывать им помощь государственная администрация намерена и в дальнейшем. К другим новостям. Оригинальные тексты, подлинные эмоции актеров. На экранах кинотеатров «Рыбница» и «Бендер» кино из Германии. С 3 по 12 декабря зрители увидят четыре известных фильма разных лет. Первыми наслаждались шедеврами немецкого кинематографа «Рыбничане». Привез знаменитые картины в нашу республику посол ФРГ в Молдове Матиас Мейер. По его словам, это поможет наладить культурные связи между немцами и приднестровцами. При выборе картин мы ориентировались на тему «Сильные женщины». В Германии есть четыре известных женщин с сильной личностью. Мы думаем, что этими четырьмя женщинами мы лучше покажем Германию в городе Рыбница. И женщины в Рыбнице поймут, что несмотря ни на какие трудности, все-таки можно все преодолеть. Лили Марлен, именитого режиссера Райнера Фассбендера. Фильм не дублируется, и это сделано специально. По словам организаторов, оригинальный текст, подлинные эмоции актеров и их живая интонация поможет приднестровцам лучше понять жителей Германии. Ну а для тех, кто не знает языка, русские субтитры. Несмотря на то, что фильм был на немецком языке, мы все-таки смогли понять, о чем говорится в фильме, и вообще смогли понять всю немецкую культуру и язык. Особо заинтересовала лента студентов-лингвистов Рыбницкого филиала ПГУ. Они говорят, иностранное кино – это не только приятное времяпрепровождение, но и способ еще раз проверить себя. Фильм понравился, действительно был очень интересным. Мы благодарны, на самом деле, господину послу, для того, что он организовал для нас такой праздник. И для нас, как для студентов факультета иностранных языков, это является большой помощью в изучении языка. И еще одна информация выпуска. С завтрашнего дня и до 29 декабря будет перекрыто движение автотранспорта в Суклее на участке от насосной станции Росительного канала до перекрестка улиц Садовая-Чапаева. В районе строящегося объекта ГТК. Это были главные новости на сегодня. Об этих и других событиях вы можете узнать на сайте нашего телеканала. А теперь о погоде. Пятого декабря в Москве пасмурно, небольшой дождь, ночью плюс два, днем плюс три. В Киеве облачно, ночью минус один, днем плюс три. В Кишиневе малооблачно, ночью минус четыре, днем плюс пять. В Схинвале ясно, ночью минус девять, днем минус один. В Сухуми ясно, ночью плюс пять, днем плюс восемь. В нашей республике, по сообщению гидрометцентра, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 8-11 метров в секунду. Атмосферное давление близко к норме. Температура воздуха ночью по северу республики от минус двух до минус четырех, днем один, три градуса со знаком плюс. В столице ночью минус один, минус три, днем от двух до четырех градусов тепла. В последующие сутки днем местами мокрый снег, температура воздуха существенно не изменится. Спонсор метеовыпуска компания «Фокстрот». Торговый центр «Фокстрот» сдаёт в аренду торговые площади самых разных размеров. Двухэтажный торговый центр находится в самом центре столицы и включает в себя различные удобства как для продавцов, так и для покупателей. На этом у нас всё. Я прощаюсь с вами. Увидимся, как всегда, вовремя на Первом Приднестровском. Субтитры подогнал «Симон»!